Шесть пьяных водителей и более 300 нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники ГИБДД в рамках масштабного рейда. Он прошел накануне вечером совместно с участковыми и представителями отдела по делам несовершеннолетних. Список нарушений возглавляют непристегнутые ремни и отсутствие детских удерживающих устройств. Кроме того, зафиксировано 30 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора. Еще шесть человек, среди которых есть и автоледи, управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Что пили девушки? Алкоголь, что ее смогут пить. А за руль зачем сели? Автоледи на отечественной легковушке задержали на зябе. Она ехала с мужем из магазина. Того, что села нетрезвый за руль, девушка отрицать не стала. Прибор подтвердил 0,22 промилле. Машину сразу увезли на штрафстоянку. Другой водитель, которого остановили на пересечении проспектов Мира и Вахитова, признался не только в том, что пьян, но и в угоне автомобиля. Ко всему прочему, он был лишен прав еще в марте. Мужчину доставили на место медицинского освидетельствования, но из-за неправильного его прохождения установить содержание алкоголя в организме не удалось. Официально на камеру можно заявление? Я платить штрафы не буду ГИБДД. Никогда не буду платить. Аллахом клянусь всевышним. Готов отстрадать. Уголовное дело заводите на меня. Вот сейчас вам говорю, я против вашей системы пошел. И пойду. Я потом от Чагистана. Я тамрлан. Инспекторами ГИБДД был остановлен автомобиль «Ладо Варгус» под управлением мужчины 1976 года рождения с признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования данный гражданин отказался, после чего данный гражданин был доставлен в отдел полиции электротехнической по подозрению в угоне транспортного средства. Продолжение следует.